Никит, ждете нас, Дима? Хорошо, ждут, конечно. И нам с вами хочется им принести какую-то звездочку радости, да, огонек, потому что детки все замечательные. Приезжать к этим малышам волонтеры, воспитанники и педагоги Дворца Творчества имени Гагарина готовы даже в дни отпуска. Ежедневно мы приезжаем в санаторий Дубрава, в детский оздоровительный лагерь имени Гагарина, в другие учреждения, где размечены жители Украины, и проводим игровые программы, спектакли. Помощниками в этом деле стали все 40 человек коллектива. Цель у таких веселых встреч, говорят добровольцы, весьма серьезная – дать шанс людям окрепнуть. Чтобы эти люди забыли о том страхе, той боли, пережитой на родине. Сюда, в гостиничный комплекс Дубрава, переселенцы из Украины прибыли в минувшие выходные. Решение уехать для семьи Нинько, как и для многих, было тяжелым, но быстрым. Оставив главу семейства на родной земле, Мария немедленно выехала из страны с детьми. Мы приехали из Донецкой области. Так как там творится у нас беспредел, дети напуганы. Дети, конечно, страдают за дом. Домой, домой, домой. Далее от дома о своем нерадстве в эти дни забывают не только взрослые. За пару дней здесь многие дети успели стать друзьями. На завтрак, да, вместе. А вот на прогулку я захожу, только они еще спят. Глеб спит до восьми часов, он уже проснулся. Между игрой для маленьких украинских гостей волонтеры устраивают уроки истории. Рассказывают об Орловском крае, о том самом месте спасения, которое детям вряд ли удастся забыть, даже став взрослыми. Ксения Туркова, Константин Тимиргалеев, телеканал Первый областной.